Всем привет! Компания ОЕМ ЗАПРУ. Перед нами автомобиль Kia Cerato 2014 года. Пробег 160 километров, тысяч точнее. Пошел стук, хозяин автомобиля поменял цепи, гидрики, стук не ушел. Есть подозрения на задиры. Будем снимать, разбирать двигатель. Двигатель G4NA. Он довольно-таки неплохой, двухлитровый. По маслу часто задают вопросы у нас. Изначально человек ездил от дилера на Shell, потом на корейском оригинальном. И в последнее время лил масло Motul. Посмотрим, как оно вообще внутри все с вами сейчас. Наш безмолвный автомеханик Михаил в течение для вас нескольких секунд, для нас нескольких часов, снимет этот двигатель, разберет его. И мы с вами увидим, что же там внутри стучало. Посмотрим состояние коленвала. 2014 год, форсунок не будет. Будут гидрокомпенсаторы. Двигатель здесь роняется вниз. Поэтому, грубо говоря, сейчас я щелкну пальцами и человек снимет этот двигатель. Разобрали мы с вами за пару часов наш двигатель. Все посмотрели. Готовы вам рассказать, доложить. Напоминаю, 160 тысяч прошел двигатель. Вот можно посмотреть. Вот здесь вот, если увидите, вот по одним стенкам вот идут задиры. Ну, здесь скорее потертости, а здесь вот он, задир. Получился на одном, на четвертом цилиндре он есть. С внутренней стороны также идет примерно такая же картина. Вот по поршням, смотрите. В принципе, двигатель-то, не считая масляного нагара, видите, на поршнях-то очень даже и ничего из себя выглядит. Колечки масляные, конечно, вот видите, они залегли. Ну, ничего страшного. Масло горело. И вот он, единственный четвертый цилиндр. Вот видите, пошел. И отсюда шел наш стук. Отличие от КДшного насоса, помимо того, что у нас гидрики стоят здесь уже на ИНА, а масляный насос они выполнили вот в лобовой крышке, она вот здесь вот она. Вот так выглядит лобовая крышка или крышка цепи ГРМ наружняя. И вот здесь стоит масляный насос, вот он раскрученный у нас. Стоит. Насос рабочий, нормальный, задиров нет. Что у нас еще с вами? По колену. Коленвал нормальный. Еще забыл показать. Смотрите, вот видите, на штунах уже есть на вкладышах выработка. На всех они идут. Все-таки уже пошло, но человек хочет оставить эту машину, не хочет ее делать, а бы как. Поэтому что у нас получается? У нас с вами будет гильзоваться блок, будут меняться четыре поршня, будут меняться колечки. Напоминаю вам, что здесь поршня вот легко меняется. Они стоят на стопорах. Поменяем с вами вкладыши коренные, шатунные. И поменяем приводной ремень, все остальное цело, все надежно. Притрем клапана, заменим маслосъемные колпачки. Поэтому приступаем к ремонту и встретимся буквально тоже через несколько минут, когда будем собирать его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Прошло несколько дней, и наш блок вернулся с гильзовки. Вот уже вам видно, что те потертости, задиры, что были, особенно у нас, напоминаю, задело четвертый цилиндр, их уже нету, нанесен хон, они не расточены, они загильзованы под номинал. Вот у нас наши уже поршеньки даже, Михаил, собрал. Видите, новые, видно, что не бегали, не ходили, потому что есть разные люди, которые говорят, что на хорошо отмытом. Помните, были кольца маслосъемные, вот они стоят, видите, свободно ходят. Когда разобрали с вами двигатель, они были в масле закоксованы, залегли, не двигались. Вот здесь, напоминаю, на стопорах собирается все довольно-таки легко, просто. Вот наши четыре поршенька здесь собраны. Из того, что мы с вами были, давайте вкратце пробежимся, вам потребуются болты, вот они, вкладыши. Напоминаю, что натяжитель верхней цепи мы тоже с вами поменяем. Хотя человек, когда только пришел стук, и он к нам приехал, рассказал, он гидрокомпенсаторы поменял, цепь поменял, но особенность такая, почти на всех корейцах вот эти натяжители, вот видите, они с щекой, они одноразовые. И очень высока вероятность, что даже если вы сняли, допустим, там, ну пусть даже через тысячу, было много случаев, люди возвращались, потому что натяжитель не отрабатывал, не фиксировал, то бишь там стоит шарик внутри, когда вы патрон достаете, он держит давление. Этот шарик не держал давление масло, и натяжитель уходил, и шел стук цепи, и люди, как бы, ну, понятно, были недовольны, поэтому на всякий случай поставим этот натяжитель новый. Колено, напоминаю, живое. Фильтр, свечки, ремень, масло. Всех коллагензуем, подсаживаем вот на 5,20. Видос, кстати, у нас был, как определить оригинальное и неоригинальное масло, поэтому это оригинальное. Что мы делаем с вами? Ну, деть не будем, если есть какое-то там, будут вам нужны вопросы по моментам, пишите в личку, мы подскажем. А сейчас наш Михаил приступит к сборке всего вот этого металлолома, превратит его в двигатель, и мы установим его на машину. С вероятностью стопроцентной, шума никакого не будет, все будет работать ровно, и уже увидимся у капота. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Время покажет, как качественно мы выполнили нашу работу. В общем, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, либо приезжайте к нам, подписывайтесь на наш канал, и узнавайте больше о ремонте корейского автопрома. А Ваню мы отправляем домой.